Добрый день, дорогие друзья! Мы начинаем эфир передачи обзор рынков аналитики FIBA Group. И с нами сегодня аналитик компании FIBA Group Михаил Христунов. Михаил, приветствуем вас! Приветствую вас, Игорь Николаевич! Здравствуйте, коллеги трейдеры! Сегодня у нас понедельник, 16 октября. Новая торговая неделя, новые торговые идеи. У нас, если подвести итоги, что у нас есть на начало торговой сессии недельной, самое важное событие, драйвер рынка, это информация из Курдистана, то, что на позиции курдов наступает армия Ирака, пытаются они отжать свой кусок. Напоминаю, что буквально 2-3 недели назад в Курдистане прошел референдум по независимости почти единогласно, они проголосовали за автономию. Вот тут такой момент, их эго сыграло против них, то есть они, по сути, отсоединились, не имея большого брата за собой. Их точку зрения, их политику никто не поддерживает. То есть в открытую говорили, что, например, Эрдоган не позволит осуществлять транспортировку нефти через территорию Турции и так далее. Мы видим развитие этого события, то есть, ну, однозначно можно сказать, что Курдистан, он как автономный район не сможет выжить, да. То есть у него заберут всю территорию и опять-таки, ну, может быть, там беспорядки побудут и так далее. В итоге все это выльется в то, что не будет у нас автономия Курдистана. Вот такой вот интересный момент. Теперь о том, как это влияет на финансовый рынок. Когда был референдум, проходил референдум уже на следующий день, было понятно, что не дадут значительной, скажем так, возможности лавирования в мире экспорта, импорта нефти и так далее. И вот тот объем, который производит Курдистан, да, порядка 180 тысяч баррелей в день, его, грубо говоря, уже тогда учли в том, что это будет сказываться на рынке нефти. То есть нефти в день меньше производится, да, и получается, что нефть, это по закону спроса предложения, нефть растет в цене. То, что мы видим сейчас, это опять-таки попытка чисто добить технические цели. Напоминаю, что у нас нефть марки Брент на текущий момент торгуется в районе 58 долларов за баррель, и у нас вплотную прям психологический уровень 60 долларов за баррель. Смотрите, получается, при прочих равных условиях, вот эти события, которые происходят в Курдистане, они могли быть с публичной и непубличной оглаской. Получается, вот все знают об этом, значит, кому-то это выгодно, значит, можно предположить, что кто-то хочет поднять нефть. Ближайшая цель – это 60 долларов за баррель. Можно предположить и выстроить торговую стратегию, когда нефть марки Брент достигнет важного психологического уровня 60 долларов за баррель, можно смело продавать. То есть вот эта информация по Курдистану, она носит чисто спекулятивный характер, больше ничего. Что фундаментальные факторы были учтены, ну, если совсем уж глубоко рассматривать эту ситуацию, то гораздо раньше проведения референдума, а по факту они вступили в силу при проведении референдума, то есть в тот момент, когда Курдистан завел о своей автономии. Вот такой вот интересный момент. Если говорить о рынке Форекс, валютных инструментах, валютных парах, то на этой неделе у нас есть три очень интересных идеи. Одна из них, две из них отработаются завтра и одна в ночь со среды на четверг. У нас вообще неделя инфляции получается завтра в 11.30 по московскому времени. Выходят показатели об инфляции из Великобритании, целый блок показателей, как обычно это бывает. И в 13.00 инфляция еврозоны. Вот эти два события могут нам принести очень хороший доход. Фундаментальный фактор – нефть растет, доллар славнет. Это первое. Второе. Мы увидели очень серьезное такое укрепление доллара США в моменте вот такой небольшой такой динамика в рамках недели. Доллар креп. Вполне вероятно, увидите коррекцию. Что может этому послужить? Как раз вот это вот заявление, публикация показателей макроэкономической статистики по еврозоне. То есть лично я ожидаю и мое предположение, что в момент публикации данных по инфляции еврозоны мы увидим импульс вплоть до 1.19. Это самая крайняя цель. И оттуда мы уже повалимся. То есть должна быть какая-то коррекция, должны сесть стопы крупных игроков. Вернее, не крупных игроков. Крупные игроки должны сесть стопы спекулянтов, стихийных трейдеров. Это идея номер раз. Такая же идея у нас по фунту стерлингов, то есть там точно такой же стабильный тренд. И идея со среды на четверг, это у нас выходит данные с рынка труда Австралии. Вот, в 3 часа 30 минут по московскому времени. У нас там очень сильный такой серьезный тренд сформировался, восходящий. Можно предположить, что там тоже должна быть коррекция. Надо искать точки на продажу и удержать эти продажи до четверга. То есть идеальный вариант, идеальная стратегия продавать с локальных уровней, переносить стоп без убыток. В расчете на то, что к моменту публикации этих показателей со среды на четверг, в ночь со среды на четверг, у нас произойдет развитие импульса, сбор стопов, и мы прокатимся пунктов 100 в 4 знака. К минимуму. Ну, вот это, собственно, торговая стратегия по Австралийцу на неделю. Ближайшие, которые мы с вами отработаем, это завтрашние события. Задача на сегодня – выявить тот уровень, откуда продавать. Именно к этому мы сейчас с вами приступим. Предлагаю перейти на графики. Ну, и я продемонстрирую варианты входа в рынок по фунту, по евро-доллару, основной уровень. Так, включаю экран, перехожу в платформу. Ну, и, как обычно, с евро-доллара по порядку. Пунктирные линии – это дни. Вот у нас в пятницу очень интересный момент был. У нас были опубликованы данные по инфляции. Мы продублировали точку 18.75, была очень хорошая точка на продажу. Кто-то пользовался, не пользовался, коллеги. Продавал кто-то в пятницу евро-доллар с 18.70 или нет? Пишите, мне интересно. И сегодня у нас был с утра небольшой гэп, и, собственно, мы чуть-чуть так подвалились по этому инструменту. Сформировали локальную поддержку, и на текущий момент у нас такой импульс вверх идет. Импульс, коррекция. Ну, давайте стандартный вариант мы всегда делаем. То есть у меня есть регулярная программа на канале YouTube «Торговля внутри дня» 10.30 по московскому времени каждое утро. Мы там действуем следующим образом. Мы отмечаем максимум-минимум предыдущей торговой сессии. Но максимум предыдущей торговой сессии – это зона. То есть это максимум четверга. И вот этот вот импульс, где он окончился, 18.75. Вот этот диапазон у нас будет ключевым. Выделяем. Минимум предыдущей торговой сессии – это откуда этот импульс начал развиваться. По сути своей, это ровно 18-я фигура. Ну, минимум был 18.04. Ну, вот возьмем 18-ю фигуру за основу. Вот такой диапазон. Отметим прямоугольником. Есть. Отметили. Выделим максимум-минимум текущей торговой сессии. Но максимум мы не будем отмечать. Просто будем знать, что это 18.20. А вот минимум отметим. Минимум, скопление минимумов тоже диапазоном. Вот с этой вот тенью. Вот такой диапазончик. Смотрите, у нас что получается. Прошел импульс вниз. Мы отросли и закрепляемся сейчас в районе минимум предыдущей торговой сессии. Это сигнал на покупку. В расчете на то, что мы как минимум видим повторение вот этого утреннего импульса в 30 пунктов. От текущего значения. 30 пунктов от текущего значения – это 18.30, 18.35. И, соответственно, можно предположить, что он разовьется. И следующей целью будет как раз вот эта цель 18.80, 18.70. Вот оттуда надо караулить продажи. Но, смотрите, можно, конечно, поиграть в стратегию ретест уровня, но рынок любит нас постоянно обманывать. То есть не надо пытаться переиграть рынок, поэтому надо смотреть в моменте. Мы ждем, значит, вот такой вот сценарий к завтрашнему 13.00 по Москве. Развитие импульса по какому-то сложному варианту. Мы подходим к этой зоне, происходит захват ликвидности, вынос стопов. И сразу в моменте мы возвращаемся. Это может быть по простому варианту. Сразу возвращаемся и уходим сразу вниз. А может быть по сложному. Потом медленно, без объемов цена подойдет опять к этому значению. И вот в этот момент, когда цена будет, динамика цены будет низкой, то есть волатильность низкой, мы увидим вот эту точку входа на продажу. Мы продаем, стоп ставим за локальный максимум в расчете на то, что мы обновим минимумы на тот момент уже предыдущей торговой сессии. 80 пунктов потенциальной прибыли. Кто-то скажет, почему тогда, если вот видите, сейчас импульс вверх, почему сейчас не покупать? Потому что сегодня понедельник, у нас на текущий момент еще Америка не начала торгить. Вот. Ну, понедельник вообще разогревочный день, согласитесь со мной. Вот такая вот торговая стратегия по евро-доллару. Продажи, караулить от 18,80. По фунту у нас очень жесткая консолидация. На той неделе мы видели такой хороший пролив. Когда мы каждый раз видим такую вещь, то есть у нас мы сходили хороший рейндж вниз, и после этого обновили максимумы. Скорее всего, ну, как минимум, там, недели две этот тренд продолжится. Ну, вот, собственно, с того момента получается, что мы сейчас в районе этих максимумов, мы должны обновить как минимум вот это значение. Максимум предыдущей торговой сессии 1.3338. Получается такой же сценарий, как и на евро-долларе. То есть обновление максимумов, ну, а там уже надо смотреть, что будет в момент публикации процентной ставки. Тут есть еще один небольшой момент, что буду давать комментарий по, извиняюсь, не по процентной ставке, по инфляции, буду давать комментарии на следующий день. То есть тут тоже очень интересный момент. Торговля внутри дня под большим вопросом, потому что цена у нас консолидируется на этом инструменте. Так, по Новоделандсу очень хорошая сделка. Вот я прямо сейчас в моменте совершу ее. У нас максимум предыдущей торговой сессии, он у нас оттестировался, у нас формируется свеча. Через 3 минуты у нас закроется 15-минутный таймфрейм, свеча на 15-минутном таймфрейме. Сигнал на продажу, сигнал 3 из 3. То есть в моем случае это совершение сделки на продажу объемом 0.03. Работая по системе Price Action, то есть Doge, если увижу, или PinBar в районе скопления каких-то глобальных уровней или локальных уровней, я обязательно совершаю сделку. Потенциалом этой сделки считаю первая цель – это обновление минимум в текущей торговой сессии. Это порядка 30 пунктов. И вторая цель – это обновление минимум в предыдущей торговой сессии. Здесь диапазоном можно взять. Давайте его отмечу сразу, пока у нас идет формирование свечи. Вот такой диапазон. Вот это цель номер 2. Последнее время инструменты от сырьевой валюты, такие как австралиец, новозеландец, у нас показывают, скажем так, значительную раскорреляцию с основными валютными парами, с мажорами. Поэтому там можно работать против тренда. Вот. Сейчас свеча закроется, через 2 минуты посмотрим. Пока закрывается, смотрим австралиец. Как я говорил, у нас пройден очень хороший рейндж, да, у нас австралиец окреп на целых, вырос на 150 с лишним пунктов. Вот очень хорошее значение и вполне вероятно коррекция, да. Основная задача найти, откуда все это совершать, то есть откуда продажи загружать по этому инструменту. Если смотреть в рамках текущего дня и завтрашнего дня, у нас, по-моему, сегодня ночью еще будет публиковаться отчет по монетарной политике, протокол заседания по РБА. Вот на них может как раз отработаться вот эта цель 78, 97, 79. У нас рядом психологический уровень, 79 фигура. 79 фигура. То есть, ну, круглый психологический уровень. Можно предположить, что там скопление стопов, я думаю, кто смотрит объемный анализ, ну, подтвердят или опровергнут. Так, выделяю диапазон. Сегодня-завтра искать продажи от 79 фигуры. Вот так, а дальше там уже посмотрим. В следующий раз будет эфир, который буду вести я в среду в 15.00. Вот там и посмотрим, как отработался этот уровень. Новозеландец. Свеча закрылась. Совершаем сделку по теории близких стопов. Объем 0.03. Продать. Стоп за локальный максимум. У нас получается пунктов 13. Тринадцать пунктов. Тейк профит сразу выставлю, чтобы автоматизировать торговлю. Мало ли, вдруг у меня времени не будет. Платформа позволяет. Ставим тейк профит 60 пунктов. Соотношение прибыли-убыток, грубо говоря, один к четырем. В принципе, очень жизнеспособная стратегия. На этом я заканчиваю. Коллеги, если у вас остались вопросы, я готов на них ответить. Пожалуйста, коллеги, ваши вопросы. Оксана пишет. Мне кажется, евро уже сегодня рост завершила интродейна и сейчас будет снижаться. Что вы думаете? Я думаю, но смотрите, это было бы можно использовать данную торговую стратегию, если бы это только началось. Мы видим на евро-долларе, с вашего позволения еще раз покажу. Конечно, давайте. Мы увидели, что цена прошла уже довольно хорошее расстояние. Сейчас приближу. У нас уже раз, два, три, четыре, пятнадцатиминутных таймфрейма, четыре пятнашки, четыре свечи уже вниз такие пошли. Можно было бы на этом заработать, если бы мы не были в районе локального уровня. Если бы у нас только первая пятнашка сформировалась в 14.30 по московскому времени, мы бы могли использовать эту торговую идею и заработать. Сейчас уже поздновато. Сейчас уже стоп не целесообразно ставить 20 пунктов. Уже видно остановочка небольшая. Но большой вопрос. Вот сейчас как раз по price action все этот импульс нисходящий закончился. То есть он сейчас вверх начнет развиваться. Если покупать, то сейчас. Напоминаю, что сегодня понедельник, разогревочный день. Если вы хотите какие-то сделки совершать, то минимальным объемом. Я не вижу здесь продаж. Видел продажи час назад. Вот так. Я понял вас ясненько. То есть сейчас вам кажется это рискованным сейчас начинается. Да, уже да. Уже да. Понял вас. Спасибо, Михаил. Сергей пишет. Михаил, по фунту покупки вас не смущает в моменте? По фунту там очень жесткая консолидация по этому инструменту. Но смотрите, у нас максимум, минимум на расстоянии друг от друга 40 пунктов. Мы сейчас и от максимумов получается 12 пунктов максимумов дня. И от минимумов 25 пунктов. Зажато в очень узком диапазоне. В понедельник очень узкий диапазон. Лучше ждать развития движения. Лучше совершить сделку от максимумов, минимумов. А там уже в моменте посмотреть. Покупки по фунту, считаю, можно смотреть от минимумов предыдущей торговой сессии. И она же… Ну давайте я еще раз включу и давайте покажу. Давайте. Так. Давайте разберем фунт. Фунт стерлингов. Максимум, так, по порядку. Максимум, минимум предыдущей торговой сессии. Максимум предыдущей торговой сессии. 1.33.37. Минимум предыдущей торговой сессии. Вот это вот шпилька. Ну давайте не по шпильке. Это будет, наверное, неправильно. Мы сделаем вот такой вот уровень. Вот такой. 32.62. Это остановочка, где была проторговка в начале пятницы. И возьмем вот этот вот минимум. Вот от него, собственно, и искать покупки. Если вы смотрите покупки, вспоминаем, понедельник. Второй фактор, говорящий против совершения активного совершения сделок, это жесткая консолидация. Соответственно, объем минимальный. То есть в моем случае большой объем это 0.03 лота. Минимальный объем это 0.01 лота. Вы можете попробовать купить от уровня 32.62. 32.69 минимальным объемом. Вот такой вариант. Это по фунту. Стрелочку поставлю. Вот такой вот. Все. Ясненько. Спасибо. Игорь Екатериндург пишет. На 0.01 что можно заработать? Ну, знаете, курочка по зернышку. Михаил этой практики, так сказать, и подход он давно исповедует. Много лет уже. Смотрите, все относительно. В рамках вот той программы, которую я веду в 10.30 по московскому времени на канале YouTube, я все-таки стараюсь оперировать теми цифрами, которыми оперируется наибольшее количество трейдеров. Я с вами полностью согласен в том, что на 0.01 ничего не заработаешь. Но на 0.01 можно наработать статистику, научиться набить руку и так далее. Большинство начинающих трейдеров как раз начинают с суммы 300 долларов, 500 долларов. Если они не будут работать с 0.01, то есть получается, я извиняюсь за сленг, жахать на всю котлету, то они просто потеряют свои деньги. Именно вот этому, в первую очередь, мы и учим, да, то, что риск менеджмент – это прерогатива, самое важное, качественная торговка. Согласен, согласен. Спасибо большое, Михаил. Коллеги, двигаемся дальше. Михаил, все жалуются, низкая волатильность, октябрь, 16-е. Но вот отмечают сегодня утром коллеги, что на S&P 500 самая низкая волатильность за всю историю существования индекса последний месяц. В других сферах тоже анализ идет, что везде заниженная волатильность как минимум, а в некоторых сферах рекордно заниженная. На ваш взгляд, что это? Все ушли на криптовалюты или какая-то причина? Есть одна причина, но я не знаю, как она отреагирует вообще, как она себя отработает. Если что, Федеральная резервная система Америки планирует сокращение баланса, которое начнется, кстати, сегодня. Они запланировали там вот эту программу сокращения, так называемого количественного ужесточения, инициировать 15 октября и в конце октября. Два раза, то есть там два раза они не дадут денег. Вот может быть из-за этого, то есть все замерли ждут, получится ли у них, не получится, какая реакция будет. Если вообще взять там по статистике, снижение волатильности, признак затишья. То есть, ну, когда она была высокая, динамика росла значительно, все было хорошо, все говорили, все, там у них S&P растет, все прекрасно, растущая экономика. А потом начался вот этот неоправданный рост, то есть каждые там 200 торговых сессий подряд, там у них каждую счастье там по полтора процента прибавлялось, что-то такое. Волатильность падала, 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 падала. В какой-то момент все это достигает экстремальной точки. Если взять там вообще по учебникам, вот то, что сейчас происходит, это прям в преддверии жутчайшей коррекции. То есть, если посмотрим на индекс S&P, там по 8 лет, получается, циклы, 8-летний цикл, вот кризис.комов, ипотечный кризис 2008 года, 8 лет прибавляем, мы сейчас прям даже затянули. У нас даже так, через чью индекс вырос. Вот должна быть эта коррекция, ну просто не бывает направлено движение на рынке. И также, думаю, все трейдеры, они в стороночке понаблюдают, что же будет. Может, они там стопы поближе поставили по всем этим акциям, которые входят в этот инструмент. Первые ждут. Может быть, там с действиями ФРС 15 октября, 31 октября, что-то там жуткое произойдет, коррекция. Вдруг. Надо смотреть, как это все отработается. Казначейство Америки, ФРС Америки, комитет по открытым рынкам, что они там сделают насчет количественного ужесточения, и дальше уже анализировать. Я бы все-таки рассчитывал, если вспомнить, Игорь Николаевич, я весь год рассматривал укрепление доллара. Я дождался вот этого снижения волатильности. По евро-долларам мы фигуру разворота нарисовали. Вот оно. Еще вот волатильность добавляется, снижение. Прямо затишье перед бурей. Когда сдаст евро-доллар на 1,06? На 1,03? Прекрасный был бы, согласитесь? Да, неплохо. Но то, что вы сейчас описали, перестали давать деньги, ужесточение, смягчение, да, понятно. Мы это, так сказать, о Джанет Елен слышали. Даже часть барахла назад пытаются уже продавать и так далее. Вопрос вот в чем. То, что вы сейчас описали, это признак финансовой пирамиды. То есть прекратился поток, и она схлопывается. То, что это может сложиться. Но, смотрите, если взять по статистике, то коррекция на индекс S&P, она там от 5% до 15%. Ну, не схлопнется. Скажем так, верхняя треть пирамиды уйдет как-то так. И дальше начнет существовать, как она существовала с 1800 какого-то года. Но если совсем там близкие, то это Бреттон Вудс, когда они золото на бумагу меняли. 42-й год, 1942-й. А через 5 минут, кстати, выходят данные. Они, я не знаю, сильно повлияют или нет. Это индекс деловой активности в производственном секторе в Америке. Вот через 5 минут, может быть, чуть-чуть влательность повысит, кстати. Если кто-то торгует, обратите внимание. Ясно. Джанет Елен слышит наш разговор, скажет, «Да что же они, во мне сомневаются, что ли? И как сейчас даст волатильность?» А я специально это и делаю, чтобы она меня услышала. Вопросы? Вам хорошего дня и удачи на рынке. Да, успехов, успешных трейдов, коллеги. Спасибо.